Доброе утро, моя семья! Доброе утро, моя интернет-семья! И все, кто только что ко мне присоединились. Доброго весеннего утра вам! У нас настоящая весна. То у нас, помните, мы окунулись сразу в лето и купаться, и всё. А тут у нас весна показала себя. Пошли дожди, наконец-то. Ну как дожди, сутки. Одни сутки у нас был дождь. И вот, видите, у нас всё мокро. У нас сегодня ветер. И похолодало. Достаточно, так знаете, чувственно, скажем. Похолодало. Я не могу сказать, что так похолодало, как на Западной Украине. Потому что мне мои ближайшие друзья позвонили и сказали, что у них снег в Карпатах. Мои друзья живут в Карпатах. И они сказали, что снег. Вот. И я слышала, что девчонки мне писали с Германии. Говорят, что там тоже. Я не знаю, напишите. Дальше похолодало также в Центральной Украине и в Днепре. Кто у меня в Днепре? Натали? Кто? Девчонки, напишите. Как у вас там? А у нас, ну поскольку у нас самый-самый юг Украины, всё-таки у нас не так. У нас нет никакого снега. У нас есть ливень. Был ливень. Но нам ливень нужен был. Вот. И всё, конечно, позеленело. Всё такое яркое, красивое. Но по работе мне пришлось кое-что отложить. Сейчас не об этом, дорогие мои. И любимые мои. Я хотела вас благословить на сегодняшний день. Я хотела вас благословить на всё самое-самое лучшее. Чтобы у вас, в вашей семье, в моей семье и в нашей интернет-семье всё сложилось. И сегодняшний день вы прожили плодотворно и счастливо. Живите этим днём. Берите от этого дня как можно больше. Давайте этому дню как можно больше. И давайте людям как можно больше любви и благословений. Интересно, сколько людей вы сегодня благословите? И ведёте ли вы дневник благословений? Если вы его давно забросили, зря. Зря. Потому что именно это спасёт вас и всех ваших близких. И вы думаете, да, вот что-то не получается. Поймите, это всё работает на духовном уровне. Вы увидите своё благословение в своих детях, в своих внуках и в своих правнуках. Какая это прелесть, чтобы вашими молитвами процветали ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки. Это бесподобно. Ведь не ради себя же мы живём. Хочу ответить на вопросы. Во-первых, в конце нашего сегодняшнего доброго утречка я вам обязательно покажу фотографию, какая я была в молодости, меня спрашивают. Ну, пишет девочка, я так вижу, что она молоденькая. Ну, к 50 годам, пишет Катя, понятно вы какая. Нам вы нравитесь. Спасибо. А покажите себя, какая вы были, ну, хотя бы 20 лет назад. Есть у меня такая фотография 20 лет назад. Покажу я вам, какая я была, но в конце. Потому что сейчас я хочу на другой вопрос ответить. Сейчас я хочу ответить на вопрос. Значит, женщина пишет мне очень тревожное такое письмо. Всё, я зачитывать не буду, но я вам зачитаю тут один моментик. Вот я здесь набросок сделала. Она написала, что всё и звон, и из рук валится. Чуть что я в слезах. Какая-то истерика в жизни не складывается. Особо верующей я никогда не была, но Пасху я всегда справляла. Так же, как и все. Жизнь у меня вообще не складывается. Ни личная, ни в плане здоровья, ни в плане дети меня не радуют. Что я вам хочу сказать. Вас дети не обязаны радовать, честно я вам хочу сказать. Если вы их так воспитывали, что они обязаны вас радовать, обязаны вам, 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 то ничего, никто никому не обязан. Дети, они, значит, как-то у вас не так воспитаны, как это должно было быть. Потому что по Библии они и так знают, что они должны почитать. Не обязаны, а должны почитать своих родителей. Просто должны почитать. Если они не почитают, что такое почитать? Это значит, когда человек в старости, дети не должны оставлять его. Они должны заботиться об этом человеке. Они должны спонсировать финансово. Если это происходит наоборот, если вы в старости спонсируете своего ребёнка, если вам тяжело жить, а вы ещё себя напрягаете и продолжаете их вешать на себя, и они этим пользуются, то вы им отрезаете благодать. И они сами себе отрезают благодать. У них не будет благодати ни у них, ни у их детях. Потому что они нарушают заповедь. Они нарушают почитать отца своего и мать. Дабы дальше продлились твои дни здесь на земле. То есть они себе отрезают эту заповедь и отрезают здоровье. Вот так, если простым языком, я объясняю, как это происходит. Теперь, если вам плохо. Если вам плохо, я надеюсь, что вы купили Библию. Я всегда говорю, купите себе Библию. Это священная книга. Все книги пройдут и все книги прошли. А священные книги никуда не делись. Заметьте, Тора, Библия, Коран. Но Коран – это более молодая религия. Это уже позже появилось. Но все равно там тоже так же началось. Вот Библию. Библия – священная книга. Купите себе ее. Открывайте ее. И молитесь теми молитвами, которые вошли в Библию. Потому что каждая строчка, вошедшая в священное писание, благоугодно Богу, по Его воле, здесь каждое слово записано. Кто этому перечит, тот с этого будет спрос. Откройте Псалом 6. Я думаю, он вам поможет. Это Псалом Давида, когда он был сильно болен. Вот вы говорите, что у вас болезни. Вы говорите, что у вас проблемы там, там, там. И никак вы с этим справитесь. Вы не сможете с этим справиться. Без Бога, без веры, будучи атеистом, ходить только с Пасхи светить раз в году и все, и называть себя верующим. Никак, никак, никак вы не верующий. Пасху посвятить и прийти домой, свечкой помотылять – это не вера. Вера, она внутри вас, понимаете? Она внутри. Господь Бог живет. Единый Бог. Запомните, Бог единый. Так говорит Библия. Я показывала много раз, еще покажу. Бог единый, не заблуждайтесь. И он внутри вас. Посмотрите, Давид. Вот святой Давид. Он везде есть. Он и мусульман есть. Он и у христиан есть. Он у всех есть. Давид. И по-мусульмански он Дауд. Поэтому, если вы понимаете, что этот человек фигурирует и в Коране, и в Библии, и в Торе. Представляете, во всех трех священных писаниях он фигурирует. Значит, этой молитвой может молиться любой. И мусульманин, и христианин, и любой человек, который был атеистом. Но если он обращается к этой молитве, он уже не атеист. Уже Господь Бог его видит. Его намерение видит. Что он от безвыходности начинает. Вы говорите, что вы были когда-то атеисткой. Вы мне написали это. Так вот, не бойтесь. Покайтесь. Конечно, покаяться надо. Обязательно покаяться надо. Потому что в Библии многие люди были атеистами, которые приняли Бога в сердце своё. Многие были атеистами. Сейчас очень много атеистов, но они принимают. И с этого мгновения, как они принимают, вы скажите, Господь, я отдаю себя всецело Тебе. Боже, прими меня. Поверьте мне, он услышит вашу молитву. И если вам совсем плохо, возьмите из Библии и провозглашайте этот псалом. И читайте его, читайте, читайте его. Читайте псалом, вот это псалом номер 6. Читайте псалом 90 и псалом 22. Это такие мощные псалмы. Давайте прочитаем вместе. Итак, псалом. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоём наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет пометования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлён я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложи моё слезами моими, омочаю постель мою, иссохло от печали око моё, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление моё, Господь примет молитву мою, да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Аминь. Таким образом вы оградили себя и от болезней, и от врагов, вот от этих бесовских сил в виде болезней, это вот об исцелении, вы противостояли, вот берите этот псалом шестой, как ваш щит, и противостойте, как меч и щит, и противостойте им, прочитайте его три раза, укрепитесь в нём, противостойте, читайте его каждый день, а дальше благословляйте Бога и говорите «Слава тебе, Господи! Слава! Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якож мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавы, ибо Твое есть царство, и сила, и слава, как на небе, так и на земле. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй душу мою грешную». Всё. И поверьте мне, все духовные силы сейчас начинают работать внутри вас, внутри нас, внутри всех, кто повторял этот псалом. Ну вот как-то так я вам думаю, что объяснила. И объяснила тем, кто этого ещё не знает. И кто-то там не писал, да, у вас там троица. Ребята, не говорите глупости. В Библии вот, я вам чётко хочу показать, тоже ответить на этот вопрос. Один Господь, одна, вера, одно крещение. Ещё раз. Один Господь. Видели, да? Один Господь, одна вера. Вон дальше. Один дух. Один, понимаете, и не придумываете. Вот, ещё раз, дальше пошли. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех. Ещё раз, это к Ефесянам в Новом Завете, глава 4. Кто не знает Библию, пожалуйста, кто её не изучал, начните её изучать. никогда не грешите на Библию, не зная её. Это большой грех. Это по поводу, там мне говорили, три, не три, а один. Один был, есть и будет. Вот в Новом Завете написано. Господь Бог един. Един. А, ну и последний вопрос, дорогие мои. Значит, какая вы была в молодости? Сейчас я вот так вот прикрою, чтобы было видно, какая я была, потому что у меня здесь отсвечивает. Вот, вот я в молодости, чтобы не отсвечивало. Вот я в молодости, дорогие мои, вот я 20 лет назад. Это мы за город куда-то ездили, да. Вот так вот я сейчас увеличу. Вот такая я была. Вот была блондинка. Коротенькая стрижка. Знаете, такие были, как драные концы. Это модно так было. Драные концы делали. Вот. Такая я была. Такую у меня полюбил муж, скажем так. Дальше. А, маникюр. Маникюр. Посмотрим. Ох, какой у меня был маникюр. Посмотрите. Сейчас. О. Вот мои маникюры. Вот такие маникюрчики у меня были. Дальше. Здесь кроссовочки. Адидас Туршинг. Кстати, сестра мне дарила эти кроссовки. Мы спортивные. И были модны, знаете, какие штанишки? Вот здесь вот в конце, вот тут, были расклешенные внизу. Вот такие. Здесь как бы по ноге, по ноге и в конце расклешенные. Это модно такие были. Вот такая я в молодости была. Вот такая модненькая, модненькая. Это у меня завязана здесь курточка на случай, если прохладно будет. И на шее фотоаппарат висел. Вот так. Все. Вот такая я была. Это кто сильно хотел увидеть меня в молодости. Все. К 50, конечно, изменилось, но узнать можно еще. Да. Узнать еще можно. Все. Вот так. Девчоночки. Ну и пока-пока. Я вас всех люблю. Целую. Будьте благословенны. Вы и ваши семьи. Пусть дети только радуют вас. Пусть у ваших детей, у ваших близких, у ваших родных и самых дорогих людей будет только благодать в этой жизни. Радость, счастье, успех да запутствуют вам. С Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова